приветствую друзья с вами эдуард волков на сорок пятом дню поста на соках то есть я сегодня 45 день заканчивается и я вот расскажу вам о своем самочувствии и сопутствующие сказки о здоровье то есть чувствую себя хорошо нормально бодро то есть я пью соки молочко пиво в общем какао все напитки которые мне делают смысл поста только то есть вначале употреблять жидкости то есть еще на посту я должен скинуть килограммы но это уже вторичная так сказать вторичная цель первичная цель это очищение очищение кишечника то есть я хочу вам сразу сейчас самого начала в общем теорию поста рассказать то есть что такое пост пост это не голодовка голодовка это когда человек сознательно идет на голодовку или голодает ему нечего кушать или он чувствует чувство голода у него есть и он тогда голодает это голодовка но пост это нечто другое это совершенно как бы он пришел к нам из религиозного понятия то есть постились люди для чего постились люди для того чтобы поправить свое здоровье поправить свое самочувствие я так подозреваю что само слово пост зародилась в монастырской среде то есть там те в далекие времена когда монастыри были как бы центрами не было таких понятий что монастырь огромный да там домики стояли вокруг них поля были ну и монахи которые отправлялись на ну и тогда в те далекие времена то есть набеги уже были это вот вот это уже время когда начался этот политический бардак и передел земли когда вел великий шелковый путь развалился мир благополучия прошел потому что когда на великом шелковом пути туда-сюда торговцы сновали и понаставили своих религиозных центров на путь центры на пути и они туда приезжали товар скидывали а те раскидывали уже дальше по по народу вот и вот такие вот центры то есть это как бы можно назвать монастырь но с натяжкой монастыри это уже что-то более серьезное солидное вот эти центры и вот во времена когда китай обрубил всю торговлю потому что торговцы стали наглеть они как бы не сами торговцы они с собой всегда тянули вот эти религиозные общины они начали захватывать власть и китай обрубил торговлю то есть пошлины большие поставил посты все то есть поставил на место торгашей и тогда они все ломанулись именно на запад то есть они пришли начали ходить и начался бардак то есть ребятки которые на конях то есть эти казаки хазары казаки это принципе одно и то же староверы это одна одни одни одна банда не бригады то есть они потом разбились на кучи они уже перестали как бы исполнять свою функцию система распалась вот эта торговля глобальная дано на на всем протяжении азии цыгане начали цыганить по-настоящему они были гастарбайтерами в те далекие времена потом у них работы не было и они начали лазить где попало и охмурять кого попало гадать и так заниматься внушением они были натаскены именно под гипноз вот этот уличный потому что вся допустим протестантская религия будем называть да потому что это глобальная такая схема сеть паутина она основана именно на вот этих концертах гипнотических когда человек вводится в состоянии благости отсутствие проблем то есть святости определенной потом это его торкает до такой степени что он кайфует и потом ходит как зомби и бога видит то есть он познал истину считать вот вот этот ведь весь этот бардак когда хорошая сытая жизнь прошла начались начались набеги погрома кто кого там придет где кто что отберет то есть такая жизнь и монахов или же не только монахов любых они их начали высылать на какие-то границы определенные свои и там них был пост то есть мы сейчас пост видим как вот примерно так куда видим что на посту стоит солдатик и у него такой вот хроники есть то есть ну и тогда то же самое было были разные схроны и высылали этих монахов и они там на посту стояли то есть они постились постная пища то есть если у них и было что-то только кусок корочка хлеба и вода то есть почему потому что запас пищи с собой брать они не могли потому что пища сама по себе когда она попадает желудок желудок начинает работать то есть голова перестает работать фактически то есть зависимости от характера человека одни начинают от как после приема пищи когда то сам начинает кайфовать смеяться радоваться то есть дети у меня именно так реагируют некоторые некоторых слишком умных или думательных которые хотят в этот момент думать или что-то там решать это задачи начинают клонить ко сну и то есть соответственно не то и другое но не 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 является как бы хорошо когда человек стоит на посту поэтому пост отсылали и люди там постились они там какое-то определенное время зависимости от их установок начальства будем так говорить они постились то есть они должны были в ясности ума пребывать то есть пост для этого был потом в дальнейшем когда обстановка чуть-чуть нормализировалась большие монастыри стали уже оплотом у них стены возникли то есть и цивилизация будем так говорить немножко обкатала вот эти междоусопчики пост стал нужен для того чтобы поправить здоровье то есть и здесь мы говорим для чего пост пост изначальный пост военные там и пост оздоровительный то что это такое то есть смотрите я считаю что современная наука медицина частности это абсолютно глючная как бы организация ее глючность заключается в том что современной медицине примерно где-то 150 лет и за это время то есть люди на развивалась из желания людей заработать медики или те врачеватели они естественно должны кормить свои семьи а это значит что они должны ехать ездить по ушам своим клиентам то есть умрет клиент не умрет но у человека у лекаря должна быть концепция в отношении его болезни таким образом родился иммунитет таким образом и родились тысячи концепций абсолютно беспонтовых то есть и даже концепция генетики вирусологии вот она абсолютно без зуба то есть из-за чего потому что когда-то 150 лет родилась мысль какого-то умного человека и она до сих он авторитетный да и она до сих пор развивается в этом отношении то есть ревизии никто не проводит ссылочность полная и они нагромождают одно на второе и бдят над своими вот этими концепциями то есть а какая концепция ученых из той среды из какой наука произошла то есть наука отделилась прежде всего из церковной среды потом когда протестанизм лютеранство появилась наука на этой базе от общины отделилась в отдельную категорию то есть но она связана очень с протестантством лютеранством до сих пор то есть научный весь институт он иуда христианской натуры там могу обосновать это только тем что этот институт имеет нобелевских лауреатов иудеев около 25 процентов около 45 процентов протестантов вот и 15 процентов католиков и остальное там если почитать что-то уже православные и беспартийные товарищи которые такие заслуженные да они не считаются то есть вы понимаете на какой основе и кому свои дают деньги потому что институты все вот американские и английские вот эти все гарварды хогварды они созданы на иудохристианские деньги то есть спонсоры иудохристиане олигархи то есть сторонники уробороса бесконечного и поэтому эта наука абсолютно будем так говорить отстала то есть привожу примеры да вот все говорят иммунитет что такое иммунитет мунитет это такое же отношение как время что это такое от чего она зависит каким опытным путем у людей проверяется иммунитет ну собрали группу людей или мышей и дают им какие-то отравы и кто выживет того хороший иммунитет они всех проверяют кровь принимают анализы кал мочу берут и смотрят у тех которые выжили какая какие параметры и значение записывать все это вот у тех которые такие параметры хороший иммунитет они выживают потом стали делать новые приборы и они уже опять же берут опять 10 людей мозговые волны там разное все вот это все они записывают хороший иммунитет то есть но если все это упростить то оказывается что человек это что эта концепция механизма хорошей фабрики который дышит то есть принимает воздух и который кушает и вот представьте себе что почему-то ни одному ученому в голову не пришло мысль о том что кишечник наш это очень важная вещь и что его чистота и гигиена это также как чистота гигиена зубов это как чисто мытье рук это также как внешний наш вид то есть внутренние кто-то никогда не залезал туда и как бы осталась эта концепция в сторонке а почему она осталась в сторонке почему собственно не берется во внимание то что мы кушаем у нас большие животы вырастают и внутри у нас полно говнища то есть это называется каловый камень чем больше живот тем больше калового камня я вам покажу сейчас разницу между этим всем и вот представьте себе что ученые же говорят что мы энергию берем из пищи но если пища гниет в организме если она день не вы не выводится 2 не выводится 3 не выводится месяцами это все лежит скатывается то представьте себе что происходит происходит отравление почему этот аспект не берется во внимание а просто потому что существует уже давнишние там 150-летние 50-летние столетние концепции которые рассказывают нам о иммунитете каком-то и если человек себя плохо чувствует ему там прописывают какие-то таблетки и же опять входит уже понятие бизнеса зарабатывание денег маркетинга то есть наука и медицина давно превратилась в комплекс по зарабатыванию денег она фактически была этим комплексом потому что если раньше лекари каждый сам по себе старался как мог зарабатывать и микстуры делать то сейчас ему это упростили и уже корпорации лаборатории химии работают на изготовлением этих лекарств и даже не смотрят о том что даже это губительно для корпорации для бизнеса губительно если они подумают о том что изменить эту концепцию то есть пересмотреть от чего зависит здоровье и первое чего зависит здоровье это частота нашего кишечника теперь посмотрим что о чем я говорю то есть вот смотрите абсолютно здоровый кишечник жилочки все чисто детский кишечник чистенький как хорошо все что пришло прошло и все а вот уже человек вырос и талию потерял и вот у него начинается уже вот эти на стенках отложения которая всасывается высасывается лень откуда-то появляется то есть перестает человек скакать и прыгать это уже дальше может 35-40 лет вот появляется такое вот что-то это постоянно всасывается и травит желудок это уже хроника 46 лет и вот уже канализация конкретная то есть человек уже не встает с дивана ему лень вынести мусор это уже это уже конкретно это уже даже не говорится это канализация черная человек отравлен человек бедный ходе работает на аптеку даже не понимает почему вот смотрите что творится что творится в этом самом а вот сейчас посмотрите о чем я говорил каловый камень то есть что такое каловый камень чем кишки наши забиты я еще раз все это мы сначала просмотрим чтобы это было а потом посмотрите что такое выходит я вот сейчас на сорок пятом дне поста и я постоянно вывожу из себя вот это все у меня живут я уже показывал да то есть где-то у меня есть есть вот он я да смотрите вот мой живот вот все нормально это вот так так я живу так себя чувствую представьте себе что там в этом животе ну ладно там есть прослоечка такая 8-10 сантиметров жира сверху там есть прослоечка внутреннего жира как у баранов да вот и когда разрезаешь винтом нарастает это это она тоже дает объем но основной то объем вот этого кендюха это дает именно внутренние вот эти камни которые которые сейчас еще раз смотрим вот чистый желудок о кишечник и как он изменяется со временем был человек он бегает этот человек бегает он скачет это молодой человек это уже человек которому приходит лень ему лень вставать ему лень потому что отравление идет через кровь всасывается все это через кишечник все это грязь все это органика которая это дерьмо и вот это все травит человека вот весь иммунитет это я вам просто вот представьте какой может быть иммунитет вот этого человека ему всего 46 лет он нужен с дивана не встает он сидит телевизор смотрит попивает там это уже 65 лет он всю жизнь ел и никогда в жизни уже не то самое он уже больной полностью у него печень отпадает что там каких только болезни ему только не на не на придумывают то есть а вот человек которому 30 лет и вот от камешек каловый камешек вот он вот этим всем вот такими штучками забить полностью кишечник от трех до тридцати килограммов вот это вот этого вот этого дерьма там и она до сих пор выходит это еще вариант когда у человека только талии нет представляете а что происходит когда человек уже вот с таким животом и у него пища входит и она пока она пройдет она попадает в эти закомарки там остается остается она там оседает там и она там начинает гнить вот представьте себе что происходит какое на хрен здоровье а наши врачи говорят о том что вот иммунитет у человека плохой и он зависит там от чего только они не наговорят иммунитет это абстрактная единица никто не знает что такое иммунитет это только вот опытным путем возьмут кровь там сдадут и горит вот у этой группы крови могут наговорить что попало и тысячу концепций наука в тупике абсолютно потому что она изначально ограничена во первых собственными концепциями 150-летней давности которая пора уже давно на свалку и ревизию полностью сделать на ее базе что хорошо что плохо а что уже в принципе не то самое но маленькими шагами ведет и ссылочность не дает им потому что если они пойдут шажок дальше тогда им придется сломается вся их конструкция которую они создали это абсолютная глючность вот если у пациентов изначально бы в больницах брали и прочищали кишечник каким-то своим хорошим способом которые они должны придумать у них много разных там лекарств есть и они очистили вот это все дерьмище которая канализационная которая там в это самое таблетки не надо было бы людям давать зачем таблетки когда у них начинает нормальное кровообращение повышается тонус клеток а значит повышается тонус организм а значит организм начинает сам себя лечить не надо никаких таблеток ему будет если еще люди активность какую-то проявляют до обычную активность физическую да там пошли мячик погоняли пошли поработали что-то сделали чтобы дышать на началось дыхание хорошо чтобы вот это все кровь она хорошо кислородом омывала все тело то есть кислород приходит что такое кислород кислород это грузчик и азот и там все остальные вернее это видимо с кислородом больше связано потому что он ходит как о2 а выходит как co2 то значит он соединяется и выносит собой углерод то есть клетки которые разрушаются выводятся из организма вот этот весь строительный материал процесс постоянного входит через получается через желудок там разлагается используется новое энергетично и для постройки а старые клетки отмирают если они достаточно не будут выводиться из организма то есть вот этот хлам который старый да то есть частично клетки обратно их используют этот старая клетка частично они должны выводиться чтобы попасть к растениям которые будут на основе этого углерода строить свою органику так жизнь устроена но вот эти два компонента дыши глубоко дать чуть-чуть движение и прочищение кишечника первое что должно быть при заболеваниях при большинстве заболеваниях это попадая в больницу человек должен очищать кишечник ему должны очищать кишечник вычистить эту канализацию которую вы видели и тогда отпадает надобность в 50 процентах допустим лекарственных средств потому что через день через два человек начинает себя хорошо чувствовать из организм как совершенный механизм сам себя лечит все если существует какие-то простуда нерва переохлаждение тогда это уже другой вопрос это уже до более продолжительной и здесь уже должен должны другие процедуры но физическая нагрузка не минимальная она противопоказана только людям отравленным которая в которых внутри говнище если чистая то физическая нагрузка нормальная она необходима просто для дыхания потому что трудно человека заставить или его нужно так чтобы он дышал правда это сложно проще поднять что нибудь и тогда дыхание таким образом самостоятельно полезность какая-то будет то есть или же дышать или же просто физическая нагрузка минимальное хождение пробежка вот сердечные все проблемы то они более все эти инфаркты все это связаны более с энергетикой об этом я просто даже не буду говорить потому что это не входит в компетенцию научную чтобы не прослыть каким-то там на тем самым хрен про сышкин который говорит какую-то ерунду который заполнена сеть интернет да то есть люди берут различные концепции восточные там солнцеедение там йога все это сам и едут по ним они считают это панациной они не понимают что это только система которая показывает как нужно как нужно видеть мир но это одна из тысяч систем она ничем не хуже не лучше равнозначно другим системам главное понимать смысл так вот это все когда люди не понимают они по шаблонам действуют в этом все и происходит так сказать профанация всего хорошего что существует все эти знания они просто это кладовая знаний но люди профаны и делают из себя клоунов не понимая а говоря вещи которые просто-напросто где-то читали а все проще очистить кишечник все и организм сам вылечится дай ему чуть-чуть женщина есть же травки какие-то дай ему специи каких-то этих самых и помоги ему организм вычистить помоги заставь его дышать и через неделю человека можно будет выписывать лекарства не нужны будут в большинстве случаев если уже конечно все запущено все хронически все разлагается тогда уж извините меня он и так и так умрет но лучше ему давать лекарства чтобы быть спокойным что ты не убил человека бездействием своим в этом этом заключается еще один глюк научный и медицинский то есть люди боятся медики боятся что они могут пациента просто-напросто угробит поэтому лежи лежи хорошенький мой только не двигайся да я согласен если кишечник грязный если все слабо и все все плохо нужно очень осторожно собачка когда она больная у нее тоже такие же проблемы бывают она ложится и тихонько лежит и вот еще раз говорю очисти кишечник человеку дай ему тихонько полежать в покое потому что то что нервы и эмоции о чем говорим да это еще третий элемент дыхание кишечник и эмоции это третий вариант и вот ему нужен покой дай ему недельку отлежаться дай ему чуть-чуть заставляй его чуть-чуть дышать периодически когда он встает а потом через недельку пускай он уже физически начинает когда почувствует бодрость а он почувствует эту бодрость сама придет два-три дня неделя это уже максимум это слишком много собачка три дня обычно лежит вылеживать то есть нужно смотреть на мир как он естественно лечится а вот этого никто не берет под внимание коронавирус приходит приходит людей ложат у них грязь у них не выводится вот этим об ошметки вот этих размножающихся кислоты кода внутри они репликации они отбиваются на штампуют друг другу желе появляется а почему она появляется а потому что не выводится плохое вывождение потому что угроблен уже организм вялый он отравлен то что внутри сначала очисть дай дыхание вот это пусть будет искусственное там или еще чего-нибудь но не должно быть отравы чтобы вылечить человека он сам организм вынесет с помощью дыхания все весь мусор и вылечиться а тут привозят людей которых в кишках черт знает что гниет отправляются их берут анализы колят чем-то что-то делают это бессмысленность научная вот о чем я говорю то есть наука полном тут пуке и можем посмотреть что творится в сми там целый рой лекарства от изжоги против коронавируса лекарства от чего угодно от туберкулеза от всего они шарахаются и не находят спик не лечится рак не лечится коронавирус не лечится и не будет лечиться потому что изначально концепция глючная мать и в чем дело вот такой смысл видение моего медицины и вообще того что происходит в нашем мире будем так говорить в научном мире как они себя чувствуют ну на этом буду заканчивать 45 день заканчивается то есть бодрость моя на соках на молочке я вывожу я потом буду вам показывать как выводить это все с помощью только большого количества жидкости я уже показывал да я не знаю он в конце покажу вот и закончу на этом я с вами прощаюсь я показываю как вывожу из организма камень а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА